Итак, друзья, сегодня мы с вами окунёмся в волшебную химию. Для этого нам потребуется вот такой вот сосуд, вот такая жидкость. Называется эта жидкость перекись водорода. Смешаем это с жидким мылом. Теперь добавим немножечко марганцовочки. Перемешаем, 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 перемешаем. И теперь волшебство. На счёт три. Три. Вот такая штука волшебная. Называется зубная паста для слона. Друзья, чистите зубы, берегите их от кариеса. Но не этим зубной пастой. Вот такая волшебная химию. Браво, браво. Никита, это потрясающе. Позвольте переместиться к вам и продолжить изучать химические опыты. Если вам не страшно. Мне страшно, но я пойду. Хорошо, люблю смелых. Ну что, тогда пойдём, раз мы не боимся ничего. Ой, а можно потрогать? Можно только аккуратно, оно горячее. Можно потрогать колбу, чтобы убедиться, что оно горячее. Маша, ты же поняла, что чистить зубы это шутка была? Конечно, поняла. Всё. Друзья, в гостях у нас сегодня Никита Харин. Здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться. Ой, а пахнет как хорошо. Пахнет? Ну, кому как. Первый вопрос. Наверняка у вас в школе пятёрка была и по физике, и по химии. По физкультуре в основном. Ну, это вполне такой детский опыт. Наверняка от таких опытов можно найти кучу в интернете. И, собственно... Вот данный опыт могут ли проводить дома? Конечно. Это безопасно? Это совершенно безопасно. Как вы видели, никакого горения здесь нет. Но, в всяком случае, нужно беречь руки. Первое, от чего нужно беречь, от перекиси водорода. Потому что здесь используется 30% перекись водорода. 30% перекись водорода. Она очень хорошо обжигает руки. Ну, тогда можно взять и одеть перчаточки на всякий случай. В общем, ребята, детки, если вы нас сейчас смотрите, захотите провести вот такой опыт, обязательно под присмотром родителей это делать. Маша, я сейчас просто добавлю, не только детки, но и мужики. Я уверен, вам тоже захотелось подобное провести. Никит, вот у меня по физике и по химии были трейбаны, я признаюсь. И мне всегда казалось, что это очень неинтересно, скучно. Я до сих пор так думаю. До сих пор? Зря, зря. Да. Довольно весело, особенно маленьким детям. И мужикам. И мужикам, да. И взрослым тетям тоже, в принципе. Взрослым бородатым мужикам и взрослым красивым тетям. Правильно. Ну, вообще, ладно, давайте так. Вы очень хорошо разбираетесь в химии и очень много опытов. Знаете, есть ли какие-то хитрости, которые помогают в жизни? Вот, допустим, развести костер, если там в лесу как-то быстро. Добыть чего-нибудь? Да. Воды, например. Ну, можно развести костер разными способами, в том числе и зажигалкой. Хорошей химической. А если нет зажигалки? Вот вы один заблудились в лесу. Лес, вы и никого. Что делать? Ну, тогда в лесу, я думаю, вряд ли вы найдете марганец и глицерин. На всякий случай скажу, если взять, смешать немножечко, ну, пол чайной ложечки глицерина и добавить где-то четверть чайной ложечки марганца, немножечко это аккуратненько перемешать, то эта смесь самовоспламенится. Хорошо, тогда обратный вопрос. Ну, ни для кого не секрет, что в Краснодаре активно развивается данная отрасль. И вот детям, стоит ли идти изучать эти опыты? Как-то поможет это им в школе изучить химию, физику, если они будут знать эти опыты? Ну, в первую очередь, наша задача является дополнительным образованием, чтобы таким вот способом, интересным, игровым, привлечь детей непосредственно к учебе в школе. Да, чтобы не было, так, дети, записывай. Нет, конечно, конечно. Сам Эйнштейн говорил, что игра – это наивысшая степь научного познания. Поэтому это в игровом стиле, все в такой подаче. Мы пытаемся детям привыть любовь к учебе непосредственно. И даже многие, которые к нам приходят, взрослые в первую очередь, говорят, почему у нас в школе вот такого не было. Ну что, давайте перейдем к следующему опыту. Давайте еще что-то, да, поделаем. Я думаю, следующий опыт мы все-таки сделаем связанный с горением. Для этого нам потребуется вот такой баллон. Неожиданно. Рояль в кустах. Это 19-литровый баллон для воды. Ну, у кого есть кулер, легко можно... Да, ломаем кулер, выливаем воду. В первую очередь, внутри этого баллона должна содержаться воздушно-спиртовая смесь. Здесь у нас пахнет, да? Можно. Здесь спирт, но не простой, а изопропиловый. Да, изопропиловый спирт, он является составляющей жидкости незамерзающей для омывания лобового стекла. Ну, просто говоря, незамерзайка. Знакомый запах, да, вот так вот включаешь. Если она не очень качественная, то запах специфический зимой, даже в автомобиле. Итак, позволяет потолки нам это сделать. Что мы сейчас сделаем? Давайте я вам буду помогать. Вот здесь нужно быть очень аккуратным. Я буду очень аккуратным. Хорошо, будете помогать. Да. Сделайте два шага назад. Отлично. Не мешайте. Да. Берем бумажку. Если здесь... Меня очень пугает, что она сделала два шага назад, а я здесь рядом с кем стою. Ничего? Ничего страшного. Ну, тогда я посмотрю, что... Вот так не надо. Вот так не надо. Хорошо. Хорошо. Итак, зажигаем бумажку. Самое главное, аккуратно и быстро бросить. Я сделаю еще шаг назад. Закрываем. Видите, что происходит с баллоном? Что происходит? Он его сплющил. А, да? Что произошло? Мы, может быть, и не увидели прям огня, потому что все-таки спирт горит довольно незаметно. Только в темноте видно синее пламя, да? Обращали внимание. Внутри сгорела воздушно-спиртовая смесь. Когда я накрыл, внутри все остатки воздуха сгорели до конца. И образовался вакуум, да? Как раз он и сжал этот баллон. Без воздуха не бывает горения. Я считаю, что химия еще используется не только отдельно для опытов, но и, допустим, в приготовке еды. Конечно. Вот есть еще молекулярная кухня, например. Да, есть молекулярная кухня, а есть еще всякая химия в разных наборах, которую нет не стоит. Как родители всегда говорят, что химию всякую ешь. Давай натурально. Так что предлагаю сейчас нам вместе приготовить из натур продуктов. Отличный. Отличный, хороший завтрак. Сыр Кубанский Блюз. Наслаждение в каждом кусочке. Ну что, друзья, мы начинаем готовить завтрак, который называется «Никакой химии». Что для него нужно? Для него нужны хлопья, неважно какие, любые, которые вам нравятся. Это может быть даже мюсли. Это сушеные ягодки, бананы, обязательно нам нужны персик или нектарин и яблочко. Сегодня у нас в гостях, напомню для тех, кто только что включил телевизор, настоящий ведущий химических шоу Никита Харин. Он уже показал нам очень много интересных химических опытов. Если кто-то вдруг пропустил, можно интервью посмотреть на нашем сайте kuban24.tv. Там есть все интервью, включая и это. И можно будет посмотреть и научиться делать самим дома не только хороший завтрак, который мы сейчас приготовим с Машей, но и настоящие химические опыты. Никита, расскажите нам самый, наверное, опыт химический, который больше всего даже вас смог удивить. Ну, наверное, опыт, который удивил меня, который в первый раз его увидел, это все-таки опыт с поджиганием руки. Это что за опыт такой? Это опыт, который можно показывать всего два раза? Нет, один раз, потому что на второй раз уже не решишься его показывать. На самом деле это очень зрелищный эксперимент, и люди зачастую, боящиеся огня, пытаются себя перебороть и идут на этот опыт, но ощущение непередаваемое просто. Да, достаточно. Но вы же удивляете, как настоящие фокусники? Или вот вас обижает это слово? Нет, нет, нисколько не обижает. Это смежный, да, можно сказать? Конечно, конечно, все-таки фокус, он людей удивляет, и человек находится какой-то эйфорией после этого увиденного, особенно когда взрослый человек, ладно, понятно, маленький ребенок, да, он удивляется, но когда удивляется взрослый человек, это вдвойне приятно, потому что взрослый уже многое понимает. Я тоже, признаюсь, я тоже очень плохо знал химию в школе, но также намного интереснее узнавать, поэтому теперь, Маша, в следующей передаче уже завтра я буду тебе рассказывать про все химические элементы, потому что я начинаю активно изучать химию. Второй закон Ньютона. Сила равна силе противодействия. Сила действия. Сила действия равна силе противодействия. Молодец, всем смотри. Ну, Маш, конечно, молодец, мы же с тобой договорились, что ты это спросишь. Ну что, друзья. Ягодки у меня пошли. Ты лучше расскажи, что тут у нас получается, какой завтрак? О, у нас очень полезный завтрак, в котором нет никакой химии, мы используем только кубанские хорошие, качественные продукты. Хочется просто сделать вот так сейчас. Да, хороший, качественный йогурт. Что ж, у нас почти все готово, что мы сюда яблочки положили, положили нектарин, положили сухофрукты, любые. И теперь сверху мы все это посыпем хлопьями. У нас кукурузные, кстати. Вот это, друзья, вот это, друзья, обязательно стоит повторить всем дома. Это просто обязательно, потому что невероятно полезный, вкусный завтрак, который не только... Очень много полезных элементов, между прочим, которые нужны нашему организму. Очень вкусные, друзья. Так что не переключайтесь, скоро мы с вами увидимся. Всем приятного аппетита.